Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор интеркомпании Тикмилы. С вами я, Артур Изятулин. Доллар неожиданно получил поддержку с экономического фронта в пятницу, после того, как отчет по безработице подтвердил твердую поступь американской экономики за август. Однако, систематическая переоценка создания рабочих мест в августе, согласно данным за последние 7 лет, об этом я говорю в моем предыдущем обзоре, она убеждает взглянуть на пересмотренные данные в сентябре, чтобы получить более точную картину, которая сейчас происходит на рынке труда. Часть инвесторов ожидала ощутить ледяное дыхание тарифных войн, как оно отразится на экономике США, однако сильный внутренний спрос пока успешно нивелирует эти опасения в рыночных настроениях. Что касается отчетов о безработице, то вот здесь представлены основные заключения по этому отчету. Как вы видите, безработица снизилась до уровня 3,9%, точнее осталась на этом уровне, в то время как количество рабочих мест за август составило 201 тысячу при прогнозе в 195 тысяч. Это, конечно, стало небольшим сюрпризом, но больший сюрприз происходил из, проистекал из динамики зарплат. Она стала гораздо более важным моментом отчета. Она у нас выросла 0,4% при прогнозе 0,2%, то есть вдвое превысив прогноз. В годовом выражении зарплаты изменились на 2,9%. Конечно же, это сейчас говорит в пользу более агрессивной монетарной позиции ФРС, так как ускорению потребительской инфляции обычно предшествует укрепление заработной платы. Обычно рассматривают два канала распространения инфляции с рынка труда на потребительскую инфляцию, то есть на рынок товаров потребительских. Это рост доходов, который позволяет потребителям увеличить расходы, в то время как со стороны фирм происходит рост издержек на фактор труда и вынуждает, естественно, их повышать конечные цены на товары. Что еще важно? В производственной сфере у нас произошло снижение темпов найма замедления. В августе количество рабочих мест сократилось на 3 тысячи. Об этом рынок высказывал опасения, что производственный сектор в итоге должен как-то пострадать, на нем должны отразиться торговая напряженность. И, естественно, это сейчас и произошло, как вы видите. Фирмы прежде всего отреагировали на снижение экспортных заказов из-за тарифов. И, естественно, сейчас фирмы будут стараться предпринимать меры против протестанинской политики, чтобы как-то защитить себя от этой торговой напряженности. И это будет вливаться, естественно, в ограничение найма. Поэтому сейчас производство США следует рассматривать как самого первого кандидата на тревожные сигналы в занятости. Июньский и июльский прогноз. Вот здесь, правда, не показано. Июльский июльский прогноз были пересмотрены в сторону понижения. То есть количество новых рабочих мест, созданное в июле и в июне, оно оказалось ниже, чем было указано в предыдущих отчетах. Совокупное снижение составило 50 тысяч рабочих мест. То есть за эти два месяца рынок, грубо говоря, не досчитался 50 тысяч мест. По сравнению с предыдущими заявленными цифрами. Это, конечно же, тоже негативно повлияло на доллар, так как два месяца подряд совокупное снижение за эти два месяца подряд говорит о том, что хоть тренд на укрепление занятости есть, но потом пересмотренные данные как-то опровергают этот тренд, получается. Ну, в такой ситуации, естественно, как я уже сказал, и в сентябре тоже будут ожидаться. Наверное, пересмотренные данные, скорее всего, тоже покажут какое-то менее высокое количество новых рабочих мест, созданных в августе. Поэтому, соответственно, оптимизм по доллару, как видите, вот сегодня, даже в понедельник, он у нас ограниченный. Сегодня по основным валютам, как евро, так и в фунте-стерлинге у нас происходит рост против доллара, и поэтому отчет PayRose у нас не смог распространить свое влияние, свой эффект даже вот на эту неделю. То есть реакция была очень краткосрочной. Также немаловажным фактором, который повлиял на динамику евро-доллара и на индекс доллара вообще, это была продажа евро, то есть слабые руки скинули часть евро перед заседанием ЕЦБ на этой неделе. Естественно, это должно было произойти, так как сейчас заседание ЕЦБ у нас является очень неопределенным. Экономика говорит одно, в то время как долгое удержание ставок на низком уровне, избыточное количество смягчений говорит о другом, что пора заканчивать политику, поэтому неопределенность очень сейчас высока по европейской валюте. Европейский Центральный банк у нас сделает очень ограниченные шаги в сторону ограничений в денежно-кредитной политике, но при этом он у нас оглядывается на уязвимость производственной сферы тарифов, а также слабой инфляции, которая у нас в последнем предыдущем месяце показала всего лишь рост на 1% против прогноза в 1,1%. То есть прогноз по инфляции в ЕС у нас не оправдался. В такой ситуации необходимо сохранять, естественно, пути отхода. ЕЦБ, вероятно, подтвердит намерение сократить программу скупки бандов в октябре до 15 миллиардов евро, и при этом, сохраняя ожидания, пытаясь рынку передать некоторый месседж, что ожидания по поводу окончательного завершения политики, они остаются, в них остается дата конец года. С каждым новым заседанием ЕЦБ, естественно, приходится вносить все больше ясности в траекторию процентной ставки, ведь касательно количественных смягчений уже дат завершения этой программы, Центральный банк уже дал четкий сигнал. Если же продолжать сейчас придерживаться неопределенной формулировки, какую ЕЦБ использовал и на прочном заседании, что нужно сохранять ставку без изменений, по крайней мере, до лета следующего года, то, естественно, на рынках, если повторяется такую формулировку, будет расти замешательство, так как с каждой такой новой формулировкой, повторно употребленной, будет расти некоторая такая медвежья позиция у рынков, медвежий взгляд на то, что ЕЦБ, скорее всего, пытается как-то затормозить процесс ужесточения, и поэтому сейчас не следует дальше покупать евро. Поэтому для ЕЦБ сейчас очень важно постепенно вносить ясность в то, как он будет проводить ужесточение политики. И замешательство, естественно, инвесторов, и за вот этой неопределенностью формулировки ЕЦБ, конечно, точно сейчас не нужно. Вероятность, что ЕЦБ повысит ставку в октябре следующего года составляет, на данный момент 90%, в то время как рынок уверен, что ЕЦБ поднимет хоть раз ставку к концу следующего года. Для европейского рынка бандов будет интересен также аспект реинвестирования доходов от облигаций в политике ЕЦБ, так как после завершения количественного смягчения спрос ЕЦБ на облигации должен формироваться, по идее, за счет вот этих доходов с облигаций, которые достигают срока погашения. Это было у ФРС, и, кстати, рынки были очень чувствительны к замечанию, по поводу того, как эти средства будут обратно направляться на рынок бандов. Естественно, сейчас стоит вопрос, как и кому будет давать эти средства, направлять куда эти средства ЕЦБ, если быть точнее, время как бы идет, и по бандам в портфолио ЕЦБ, которые он сейчас держит, приближаются сроки погашения. И сейчас у ЕЦБ, естественно, стоит выбор, или он как бы начнет растягивать по времени погашение бандов в своем портфолио, то есть начнет вкладываться в более какие-то долгосрочные облигации, и поэтому окончательно портфолио у него будет достигать срока погашения в более отдаленном периоде, либо он будет покупать краткосрочные облигации. Все сейчас зависит от того, какие цели преследует ЕЦБ по кривой доходности. Она сейчас выглядит у нас вот так, резко возрастающая. Это классическая кривая доходности, которая говорит, что ставки будут расти в будущем, но при этом у нас инфляция в евро зоне остается низкой, в то время как, если вспомнить кривую доходности в США, она у нас постепенно переходит в воплощенную форму, напоминает плоскую прямую, и несмотря на это инфляция там растет довольно высокими темпами. Поэтому довольно-таки сомнительно сейчас утверждать, что на самом деле, какую информацию нам дает эта кривая доходности. Но все-таки она как-то, возможно, влияет на реальные процентные ставки, вряд ли на инфляционные ожидания, и скорее всего ЕЦБ будет преследовать там какие-то цели по ней. Что касается того вопроса, кому даст средства ЕЦБ, сейчас наблюдается большой разброс доходности по странам-членам ЕС. То есть, например, в Италии стоимость заимствования очень высокая из-за того, что там есть угроза кризиса, где-то она ниже. То есть этот разброс, он, скорее всего, может предоставлять, точнее является необходимостью для ЕЦБ, чтобы как-то корректировать свою политику. Естественно, у нас стоит вопрос, будет ли как-то, допустим, ЕЦБ попытаться сдерживать стоимость заимствования в Италии, направляя вот эти средства именно в итальянские облигации. Но на прошлом заседании у нас Драги заявил, он озвучил такое нейтральное правило, что каждая страна будет получать поддержку ЕЦБ, но видя вливание в рынок бандов, согласно отчислениям каждой из этих стран в ЕС. То есть сейчас это все будет вызывать соответствующие изменения в структуре ставок, но именно заявление Драги. Поэтому нужно очень следить внимательно за тем, что он скажет по вот этим вышеперечисленным вопросам. Стабилизация, естественно, доходности в Италии, почему я заострил именно на этом моменте внимание, она, благодаря вот этим дополнительным вливаниям ЕЦБ, скорее всего, успокоил бы рынок, замял бы вот эти страхи по поводу дефолта, возможно, по поводу несостоятельности итальянского правительства. Но понятно, что если ЕЦБ сейчас дает сигнал, что он, возможно, как-то будет принимать участие в стабилизации, это будет усугублять известную проблему морального риска. То есть, пока что ты готов гарантировать стабильность, то этим начнут, естественно, злоупотреблять. А это сейчас в Европейском Союзе особенно актуально, и все вот эти органы, которые принимают на себя ответственность, они пытаются избегать вот таких вот проблем. Если же Италия как-то всплывет на конференции, то для евро это определенно станет большим, таким приятным сюрпризом. Также аппетит к риску, у нас подержали данные по китайской экономике, это производство инфляции и потребительская инфляция, оба показатели нас превысили. Ожидание действительно был сюрприз на фоне вот этой торговой напряженности, на фоне того, что экономика замедляется, но не стоит сбрасывать со счетов усилия правительства по наполнению ликвидностью банковского сектора, по денежному стимулированию, по фискальным каким-то мерам, которые не совсем сейчас понятны, как это происходит. И если у нас сегодня выходят данные, которые показывают незначительные изменения вот в денежных мерах стимулирования, то есть незначительное отклонение от вот этих показателей, то скорее всего это действительно признак роста какой-то и восстановления экономической активности или вот какого-то противодействия, да, каким-то тарифам США. Поэтому это очень будет очень приятным также сюрпризом для рынков и еще больше будет способствовать росту аппетита к риску. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы, задавайте комментарии. Увидимся с вами в среду. Спасибо. Спасибо. Спасибо.